И самая первая вещь, когда мы говорим о языке, важно уметь слушать. К сожалению, мы живем с вами в такое время, когда люди все с большим трудом могут сконцентрироваться на чем-либо. Я вот вам покажу сейчас, вот смотрите, у апостола Якова, 1 глава, 19 стих, вот есть важные очень слова, смотрите. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленен на слова, медленен на гнев. И мы не можем, мы часто так сильно сконцентрированы на том, что хотим выразить, что хотим слова сказать, что мы не слушаем друг друга. Я думаю, часто мы находились в таких ситуациях, когда, смотрите, множество людей что-то говорят и спорят друг с другом. Хотя, если прислушаться, они в принципе говорят об одном, правда же? Говорят об одном, часто разными словами, но об одном и том же. Ты думаешь, зачем вы спорите? В принципе, то, что вы говорите, дополняет одно другое. Это так, но они спорят, потому что они не слушают друг друга, не слушают друг друга. Все только говорят, говорят, говорят. Люди сконцентрированы на том, чтобы выразить что-то, да? Говорят, а друг друга не слушают. И в итоге сколько происходит там конфликтов, сложностей. Помните в книге «Притч» сколько много примеров говорится о том, что сделай ухо твое внимательным к слышанию. Вот так мудрость взывает. То есть сделай свои уши внимательным. Сегодня так трудно порой людям сконцентрироваться. Понимаете, мы настолько не любим напрягаться, что мы настроены на легкие вещи. Не случайно говорится, что в последние времена люди себе будут избирать таких учителей, которые были стили слух. То есть не нужно напрягаться, когда тебе говорят приятные вещи. А без напряжения не бывает роста. Без сложности, без преодоления чего-то, в том числе своей лени, своей инертности, своих стереотипов, не бывает роста. Не бывает развития. И очень важно, когда мы видим с вами, что необходимо, я думаю, не я один такой. Часто забираешь какую-то информацию почерпнуть в интернете, ищешь поиски, и вот находишь нужную для себя статью. Вот это, думаешь, вау, начинаешь ее читать, и думаешь, да, это как раз то, что я искал. Но эта нужная статья, как правило, бывает непростой, бывает сложной. Нужно вчитываться в нее. Бывает так, глазами пробежишь, мало что поймешь. Нужно вот слышать уметь, да, вчитаться. И ты думаешь, да, статья интересная, как раз это то, что мне нужно, интересно, да. Но ты понимаешь, что она сложна, она сложна. И ты думаешь, да, обязательно я ее прочитаю, но сначала посмотрю, может, мне кто-нибудь там в фейсбуке написал. Открываешь фейсбук, смотришь, там, о, там, комментарии. Это проще, там, две строчки, легче понять, да. Потом думаешь, так, а кто мне еще вконтакте, может, написал там или там комментарий поставил под какую-нибудь фотографию. Открываешь, открываешь контакт, там еще, потом думаешь, о, а инстаграм-то я еще не проверил. Надо и туда залезть тоже, а вдруг там кто-то что-то прокомментировал или плохое написал, а я тут сижу, не бодрствую. Залез туда, там точно так же, да. Потом там посидел, так почитал, потом думаешь, о, надо же как-то статью же, у меня же там статья, думаешь, ну ничего, статья никуда не исчезнет, она там у тебя в какой-нибудь вкладке. Думаешь, ну как-то вот я почитал более-менее комментарии, сейчас надо как бы посмотреть еще что-нибудь. Открываешь YouTube, там смотришь какие-нибудь ролики и какие-нибудь такие ролики, такие ролики, такие, там тебе в рекомендациях такие, такие, такие ролики. Ты там посмеялся, там посмеялся, там посмеялся. Вечер наступил, ты так статью, которую ты изначально и собирался прочесть, ты для этого и пошел в интернет. Ты думаешь, ну ничего, завтра с утра со свежими силами ее прочитаю. И так у тебя эта статья во вкладках непрочитанные лежит неделями. Бывает такое у вас, да? У меня такое бывает. Почему? Потому что мы не хотим напрягаться, нам не хочется, нам вот легкие вещи. Казалось бы, пастор, ну что, так разве сложно слушать? Ну, ерунду бывает и легко слушать, да? Но порой важные вещи мы не хотим слушать, нам хочется больше развлекаться, и мы не умеем слушать друг друга.